После завершения расследования такие дела попадают в суд. Только в этом году служители Фемиды Иркутской области рассмотрели более 400 тысяч различных дел. Уголовных чуть больше 20 тысяч. Судьи нашей страны отмечают, что фигуранты этих дел, а именно убийцы, чаще схожи между собой. Типаж убийцы образ собирательный и как ни странно он совершенно универсален практически для всех регионов России. Чаще у этого человека нет работы, однако деньги на выпивку обычно есть, поэтому практически всегда он пьян. К тому же обычно безграмотен. Большинство преступников плохо учились в школе или вовсе не получили никакого образования. Так что и фантазии в выборе совершения преступления такой человек не блещет. Его оружие – обычный кухонный нож. Схожие сценарии преступления обычно поводом становится домашняя ссора. И здесь в состоянии аффекта агрессоры припоминают и зависть, и обиды. Нередко преступники – последователи дела шекспировского отелла. Эксперты проанализировали и возраст всех убийц. В итоге получилось, что желание убивать большинство приходит уже в более зрелом возрасте после 35 лет, хотя есть преступники и среди молодежи. Основная доля таких преступлений на счету мужчин по жизненно лишения свободы из нашего региона получили трое. Всего же за прошлый год по области было 400 убийств. За два месяца 2014-го уже 90. А теперь о статистике. В целом по стране за убийство в 2013-м были осуждены более 4000 человек. Юлия Поспеева, Сергей Полянский. Новости по будням.